Уникальный в своем роде инструмент. Вот что мы будем делать в сегодняшнем видео. Данный инструмент невозможно купить ни на рынке, ни в строительном магазине, ни даже на торговой интернет-площадке, которая покорила все постсоветское пространство. Антон, мое имя, вы на канале Акрафт. Желаю каждому приятного просмотра. Вот такой сантехнический клапан мне удалось приобрести. И заглушку. И что вы думаете, как это довольно часто бывает? Чисто случайно нашел вот такой вот разъем у себя в запасах. Он гораздо лучше подходит, нежели вот этот вот клапан. Вот эту штуку мы и будем использовать. В общем, потратил деньги впустую. Ну ничего. Главное требование к корпусу, о котором я совсем запамятовал сказать, заключается в том, что он должен быть выполнен исключительно не из магнитного материала. Например, это может быть латунь, алюминий, пластик, текстолит и даже дерево. От латунного клапана, как я уже говорил, я отказался. А выбранный вместо него гигантский разъем, изготовлен из алюминия. И, соответственно, идеально подходит. В принципе, с разборкой проблем не возникло. Единственное, с чем пришлось повозиться, так это со стопорным прижимным кольцом. Некоторое время пришлось активизировать серое вещество, чтобы найти решение, чем же к нему подцепиться. Отечественный пинцет, вовремя скоммунизденный у стоматолога, еще моей бабушкой. Вот кто спас ситуацию. Оставить детали в краске я посчитал верхом неприличие. А поэтому решил от нее избавиться во что бы то ни стало. Для начала я решил задействовать агрессивный химикат. Специальную смывку. Если для этого вещества краска окажется не по зубам, придется снимать краску абразивным инструментом. Чего бы не хотелось. К большому сожалению, смывка краску не усилила. Пришлось сделать ставку на еще один вариант химического характера. Средство для очистки труб под названием крот. Все дело в том, что этот самый крот содержит в своем составе едкий натр, который также разъедает лакокрасочные покрытия. Упомянутый мной натр сделал свое дело и успешно победил прочно укоренившуюся краску. Да, между прочим, металл оказался не совсем алюминием. Вероятнее всего силлумин. А проще говоря, сплав алюминия с кремнем. Ничего страшного в этом разумеется нет. Ребра на крышке обтачиваю. Хотелось бы, конечно, их оставить для удобства и эстетики. Но эти самые ребра препятствуют возможности зажатия крышки обратной стороной в токарном станке. Поэтому ими придется пожертвовать. Удалив ребра, протачиваю деталь и внутри. В будущем это существенно упростит последующую обработку. Снимаю деталь и для того, чтобы сохранить нитки присутствующей резьбы, навеваю медную проволоку. Разумеется, гораздо правильнее было бы задействовать разрезную втулку из мягкого материала. Но, как по мне, использование проволоки гораздо проще, чем изготовление одноразовой по своей сути оправки. Пыптык, назовем его так. Срезаю ручной отрезной машинкой. Торцую поверхность и сверлю отверстие диаметром 10 мм. Это самое отверстие рассверливаю до 25 мм. Жаль, у меня нет сверла на 25. Хотя я точно, честно вам признаюсь, и не знаю, существует ли в природе вообще инструмент столь значительного диаметра. Черканите в комментариях. Мне интересно. Под подготовленное отверстие вытачиваю еще и вкладыш. Закупил недавно заготовки для штамповки монет. Имеют место быть определенные планы. Нет, ноу нихт. Даже не думайте. Заниматься подделкой денежных знаков я не планирую. Это будет кое-что другое. Как это часто бывает у нас в стране, часть монетных заготовок оказались бракованными. Имеют неправильную геометрию и для своего целевого предназначения попросту непригодны. Ну, не выкидывать же, ясно, понятно. Буду задействовать в других проектах. Чтобы придать детали большей привлекательности и, не побоюсь этого слова, солидности, гравирую на ней небольшое изображение. Гравировку выполняю самой миниатюрной фрезой, имеющейся в моем арсенале. Не буду скрывать, наломал их уже достаточно большое количество. В общем, приобретение опыта в любой сфере всегда дорогостоящее удовольствие. Декоративный и в то же время функциональный элемент впрессовываю в торцевую часть корпуса. Изначально я планировал произвести дополнительную фиксацию несколькими каплями суперклея, но впоследствии передумал, ибо это излишне. Помимо указанного выше, я подготовил заглушку для гайки. Кругляк решил не использовать, а задействовал так называемое вторсырье. Вторсырье латунное, что позволяет быстро и качественно припаять заглушку к гайке. Да, кстати, отверстие рассверлю до 8 мм. И для большей точности прохожусь по нему еще и разверткой. Иди сюда, детка. В программе ArtCam создаю управляющую программу для еще одной детали. Эта деталь будет выполнена из ОР-стекла толщиной 4 мм. Забегая наперед, скажу, что данная деталь будет выполнять роль своеобразного поршня. Фрезерую на ЧПУ-станке. ОР-стекло терпеть не может больших оборотов и значительных подач. В этой связи сам процесс займет достаточно много времени. Но ничего, в принципе, спешить некуда. Последний элемент, производимый мной в свет, представляет из себя кнопку, которая будет активировать весь инструмент, всю конструкцию. Материал алюминий D16T. Протачиваю заготовку до требуемого диаметра и сверлю сквозное отверстие диаметром 3 мм. Это отверстие необходимо для возможности закрепления штока. Опомянутый мной шток я изготовлю из вала от струйного принтера. Скажу вам по величайшему секрету, что каждый уважающий себя самодельщик никогда не выбросит принтер, не выпотрошив предварительно из него все самое ценное. И вообще, использование какого-либо сырого материала, это будет детский сад трусы на лямках. Вал от принтера цементированный, а соответственно обладает более высокой износостойкостью. Что касается информации технического характера, то здесь все очень просто. Отрезаю лишнее болгаркой, ибо ножокой сделать это проблематично. Торцую, сверлю отверстие и с обеих сторон нарезаю резьбу М3. Последнее, что нам необходимо, это громкоговоритель. В простонародье динамик. Есть у меня вот такой, хотел его использовать, но стало жалко. Когда-нибудь, когда-нибудь мы сделаем из него лютую электронную акустическую систему. Потом в запасах был найден вот такой динамик. От какой-то китайской шарманки. Но это бесчеловечно. Опять же, я как любитель электроники, не могу позволить себе ныщить, как говорят у нас в Украине, ныщить электронные компоненты. В этой связи, посчитав это бесчеловечным, и порывшись в запасах всего и всякого, я нашел небольшой неодимовый магнит. Как вы могли догадаться, из динамика, точнее из громкоговорителя, нам необходим только магнит. А вот такой магнитец мне удалось найти. Ничем не примечательный неодимовый магнит, который благополучно станет составной частью нашей конструкции. Продолжение следует... Произвожу сборку, никаких сверх особенностей в данном процессе нет, все интуитивно понятно. Продолжение следует... В чем же суть созданного нами инструмента? Зададитесь вы данным вопросом. Объясню. Как правило, винты, гайки, шайбы сохраняются насыпом в подходящей емкости. Чтобы извлечь из этой емкости нужный элемент, приходится или высыпать все содержимое, или тыкать пинцетом, надеясь, что с первого раза улыбнется удача и ты получишь необходимое. Если же ты высыпаешь метизы, то впоследствии их сборка также представляет некоторую сложность. Обязательно что-то упадет и затеряется. Наше же устройство позволяет сделать это, во-первых, очень быстро, а во-вторых, без потерь. Правда, есть один недостаток, о котором я должен обязательно упомянуть. Недостаток заключается в отсутствии возможности работы с немагнитными материалами. Точнее, с немагнитными деталями. Латунными, алюминиевыми, медными и так далее. Но вполне может быть, что это и достоинство. Ведь таким образом, среди всей кучи винтов, всегда можно вычислить, например, латунный винт, которые очень часто необходимы в работе. Поддержите наше движение энтузиастов лайком. Не ленитесь писать комментарии. Будем общаться. До новых встреч. Но посран. Пока.